Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами встречаемся в рамках проекта замечательного организованного Департаментом образования города Москвы «Университетские субботы» «Суббота московского школьника». И сегодня лекцию буду проводить вам я, Готовольн Александр Анварович, доцент кафедры баяна и аккордеона Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Обращаю ваше внимание, что Российская Академия Музыки имени Гнесиных проводит много интересных лекций в рамках этого проекта. И на портале вы сможете найти лекции по различным инструментам. У нас уже прошли встречи с нашими гитаристами, с нашими балалаешниками. Мы прослушали лекции по фортепиано, и вокалисты нам рассказали, как нам заниматься, как нам развивать свой голос. Сегодня же мы с вами поговорим о баяне. Понятно, моя работа уже много лет в Академии Гнесиных связана с баяном. В свое время, много лет назад, будучи таким же школьником, как и вы, заинтересовался этим инструментом. Пошел, поступил в музыкальную школу, потом уже в училище, институт, аспирантура. И вот сейчас я преподаю. Сейчас у меня есть много студентов, которые занимаются с большим интересом. Давайте начнем нашу встречу. Баян мы называем клавишно-духовым инструментом, так как звук, который получается у баяна, он получается от того, что мы с вами нажимаем кнопочку, и воздух, который проходит свой свечок, образует звук. Благодаря этому у баяна есть свое уникально неповторимое лицо. И самое главное, что этот инструмент может выдать огромную разнообразную палитру звуков, может подражать различным инструментам. Мы сможем с уверенностью с вами говорить о том, что баян это такой маленький оркестр, который можно взять всегда с собой и пойти с ним, и играть сольные произведения, и аккомпанировать другим музыкантам. В общем, можно очень разнообразно использовать этот инструмент в нашей повседневной жизни. Ну и давайте мы сейчас послушаем пример звучания баяна. Петр Ильич Чайковский. Три пьесы из детского альбома. Марш стрелятых солдатиков, сладкая греза, неаполитанская песенка. Петр Ильич Чайковский. Три пьесы из детского альбома. Марш стрелятых солдатиков, сладкая греза, неаполитанская песенка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 История говорит о том, что проводителем баяна является музыкальный инструмент шэн, китайский, который появился более двух тысяч лет назад в Китае. Он представлял из себя инструментом, где были бамбуковые трубочки, и между ними был закреплён медный язычок. И при прохождении воздуха через этот язычок получался тот или иной звук. То есть мы можем, конечно, с уверенностью сказать, что принцип звукоизвлечения у нас к нам пришёл из древности. В нынешнем своём виде, в котором мы сейчас знаем баян, он считается сравнительно молодым инструментом. Это в начале века мастера, из Германии, из Чехии стали разрабатывать и дорабатывать эту конструкцию. А у нас, в России, в СССР, в 50-х годах уже разработки перевели к тому, что на фабрике музыкальных инструментов в Москве выпустили первый баян Юпитер, который, в общем-то, сегодня признан один из, одним из самых лучших в мире, с прекрасным звуком и хорошим качеством. Сейчас я вам покажу ролик, где мы с вами увидим этот инструмент. Звучит музыкальный инструмент. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Который нам помогает менять позицию, если нам надо сыграть какую-то пьесу и там не совсем удобно у нас что-то получается. чтобы мы с вами получили этот самый звук уникальный баяна мы говорим о том что звук появляется когда воздух проходит сквозь яички то есть при нажатии клавиши мы с вами открываем клапан и попадает в воздух как у нас попадает воздух у нас для этого есть мех мы с вами тянем мех например разжимаем его вот так если вам видно вот разжали или сжимая получился звук все у нас с вами почти что мы с вами научились и можем сыграть какие-то небольшие простые пьесы на каких-то домашних праздниках например новый год вот мы с вами давайте сыграем все года с вами мелодия она несложная играть на баяне на самом деле научиться можно и быстро главное чтобы вам нравилось мне кажется баян такой инструмент который всем может понравиться в силу своей универсальности и уникальности здесь вот у нас с вами как вы успели может быть кто-то там внимательно рассмотрел есть ремни ремни мы с вами одеваем на плечи чтобы можно было взять баян вот таким вот образом и спокойно на нем музицировать это одна из особенностей баяна мы его держим всегда когда мы занимаемся с вами играем на концерте он у нас стоит на коленях мы его придерживаем плечами для того чтобы спокойно сделать разжим и сжим разжим сжим значит мы с вами сейчас сыграли песенку для нового года но она немножечко у нас была как бы слушалась в один голос может не так весело и вот в чем ценность основная баяна что он может сам себе аккомпанировать для это у нас есть сами в левой руке вас и аккорды аккорды сразу готовые то есть я нажимаю одним пальцем одну клавишу и у мне сразу готовы и звучит три звука сразу мажор или минор или септаккорд соответственно если мы с вами захотим сыграть пьесу посвященную новому году мы уже с вами правой руке где у нас идет мелодию добавляем аккомпанемент в левой руке у нас совершенно уже получается очень хорошая пьеса я вам сейчас сыграю и мы с вами а вы подпевайте вот мы с вами уже услышали чтобы я это такой у нас универсальный инструмент он может играть и в одну ноту и в две и может аккомпанировать и можно различную программу с ним исполнять сейчас мы своего поставим на место и продолжим давайте сейчас послушаем еще произведение которые мы играем на наших праздниках каких-то наших встречах а а а А ради мне взять такую песню Для любви, для судьбы И чтоб никто не догадался Что эта песня тебе И чтоб никто не догадался И чтоб никто не догадался Что эта песня о тебе Что эта песня о тебе Что песня по свету летела Кого-то за сердце брала Кого-то в рощу заманила Кого-то в поле увела Кого-то в рощу заманила Кого-то в рощу заманила Кого-то в поле увела Кого-то в поле увела И там у клуба заводствовала И в далекого села Кого-то в поле увела А ты ты песни заманила Девчонка милого ждала И чтобы он ее дождался, Прижался к трепетным плечам, Да чтоб никто не догадался, О чем я плачу по ночам. Да чтоб никто не догадался, Да чтоб никто не догадался, О чем я плачу по ночам, О чем я плачу по ночам. Вы услышали, каким может быть баян. Он постоянно вместе с нами, с нашей жизнью. Народ очень любит этот инструмент. За то, что он, Даже народ говорит, что баян это душа, душа. Музыка всегда была с нами вместе во все времена. А народная музыка, Она всегда влияла на жизнь человека. Баян стал даже больше, чем музыкальный инструмент. Он сопровождал в работе, в учебе, в горести, в радости. И всегда был таким инструментом, который сопровождал. И люди, которые ехали, может быть, в какие-то дальние края, Брали с собой баян или гармошка, Которая тоже таким же принципом звукоизвлечения отличается. Люди брали с собой и проводили с ним много времени. Пели песни, танцевали, плясали. И говорили, что баян – это наш друг, товарищ и брат, с которым веселей. И даже в моменты, когда была Великая Отечественная война, В моменты отдыха между боями, Если в части был гармонист, он всегда брал баян. Солдаты пели песни, В которых они либо отдыхали, Либо вспоминали свой дом. Оттуда у нас очень много песен военных красивейших пришло к нам. И «Темные ночи», и «В землянке», И уже дальше песни «Ко дню победы». Здесь вот хотелось бы вам привести слова Из великого произведения Твардовского. Только взял баян трехрядку, сразу видно – гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв. Стороны родной Смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, Как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. Это из произведения Василий Теркин. Поэтому баян, он играет огромную роль. Мы можем даже какие-то свои эмоции не говорить слуха, Взять баян, поиграть, выразить в музыке свои чувства. В музыке, в вариациях, в мелодии. Поэтому давайте мы еще послушаем одну грустную мелодию. Взять баян, поиграть, выразить в музыкальной грусти. Взять баян, поиграть, выразить в музыку. Взять баян, поиграть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спектр использования баяна очень широк. Его можно услышать и в ансамбле, в оркестре, в народных коллективах, в танцевальных, в аккомпанементе. В больших концертных залах, в маленьких концертных залах, в классе, дома. Очень широко баян используется и как сольный инструмент, и как аккомпанирующий инструмент. Без баяна не обходится практически ни один ансамбль, который связан с народным исполнительством. И сейчас хочу вам поставить произведение, где баян во всей красе выступает совместно с другими русскими народными инструментами. С балалайкой, домрой, контрабасом. Давайте мы с вами послушаем. КОНЕЦ 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 Сейчас мы с вами послушали обработку и баян в ансамбле. Также мы с вами говорили о том, что баян может исполнять сольную программу с большим оркестром, с оркестром народных инструментов, с симфоническим оркестром, с камерным составом. И сейчас хотелось бы показать вам интересный фрагмент концерта для баяна со симфоническим оркестром. Давайте послушаем, как же баян у нас звучит с инструментами симфонического оркестра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Говоря о баяне, хочется сказать, что в моей жизни он сыграл огромную роль. Когда я стал заниматься, у меня стало получаться, начиная с маленького возраста уже в музыкальной школе, дальше в училище и в институте, благодаря баяну стал много очень ездить по различным конкурсам, концертам, выступать в разных мероприятиях, на телевидении, на радио сниматься. То есть баян очень огромную роль сыграл в моем становлении. Я побывал во многих городах и России, и за рубежом. И в всероссийских конкурсах принимал участие, и в зарубежных международных конкурсах принимал участие. Был в таких городах России, там от Октябрьска до Хабаровска, за рубежом объездил всю Европу, был в Америке, выступал в Карнеги Холле, в Бостоне. Поэтому, конечно, баян – интересный инструмент. Много конкурсов – это, конечно, хорошо, но это всегда испытание. И главное в моей жизни испытание – это было участие в крупнейшем международном конкурсе, который называется «Кубок мира». «Кубок мира» – это один из самых престижных зарубежных конкурсов, который организуется всемирной ассоциацией баянистов и кардионистов. Ежегодно ассоциация на своем собрании принимает решение, в какой стране будет следующий «Кубок мира». В тот момент, когда я поехал на этот конкурс, он проводился в городе Рейнах, это Швейцария. На тот момент это был мой первый выезд за рубеж. Конечно, я очень волновался и переживал. И первый выезд, и первый такой серьезный конкурс, и он очень был сложный. Там было три тура, на которых отсеивались музыканты. На первом туре все ребята, которые приехали, исполняли три различных произведения. По-моему, это было «Прелюдии Фука Баха». Обязательное произведение написано специально для этого конкурса. И еще одна пьеса. После первого тура 50% участников уже отсеивались по решению жюри в результате подсчета баллов. И отбирались музыканты, которые выступали уже во втором туре. Во втором туре тоже было обязательное произведение. Это крупная форма пьесы, состоящая не менее из двух-трех частей. У меня это была соната номер 4 Косякова, которая длилась, по-моему, 20 минут. После второго тура, опять же, решением жюри выбирались музыканты, которые уже шли в третий тур. Мне тоже посчастливилось. Я, конечно, очень много готовился к этому конкурсу. И мне посчастливилось выступить очень успешно. И, в конце концов, по результатам всех трех туров, у меня получилось стать победителем Кубка мира в Швейцарии, в Рейнахе, в 1997 году. Это оказало огромное влияние на мою дальнейшую судьбу. Конечно, мне было отрадно, что мои все занятия, усилия, старания, концерты, они все нашли подтверждение успешное в этом конкурсе. И дальше уже моя жизнь продолжила свое течение. Я продолжил свою жизнь как музыкант, исполнитель и теперь уже педагог. Давайте мы сейчас, я вам хотел бы поставить произведение, которое являлось обязательным на этом конкурсе в Рейнахе, в Швейцарии. Произведение финского композитора Петра Макканина «Полет за пределами времени». Запись не с конкурса, конечно, мы сейчас послушаем, но вы все равно сможете познакомиться с необычной музыкой, оригинальной, написанной специально для нашего инструмента. Давайте послушаем. Петра Макканина «Полет за пределами времени» 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 КОНЕЦ 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 Сейчас мы с вами прослушали произведение Петри Макони «На полёт с пределами времени». Написано специально для баяна. Но также на баяне можно исполнить и переложения, и произведения, которые написаны для других инструментов. И хотелось бы сейчас вам показать различия между исполнением на инструменте оригинала и на баяне. Сейчас я вам буду ставить пьесы сначала, которые прозвучат на инструменте, для которых были написаны, а потом в переложении для баяна. Давайте послушаем. Сможете ли вы понять, в чём отличие в звучании инструмента? Или всё-таки баян очень близко может показать сходство звучания? Давайте слушайте. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы вас с вами сейчас прослушали Замечательный фрагмент Замечательного произведения органного А теперь давайте послушаем Тот же кусочек, исполненный Тот же фрагмент, исполненный на баяне 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 КОНЕЦ 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 Вот как вам кажется, насколько баян смог передать то, что вложил композитор в это произведение? Мне кажется, на баяне это звучит интересно. И самое главное, что баянчик мы можем взять с собой. Что не скажешь об органе. Орган это такой инструмент, который обязательно должен быть построен в концертном зале и уже никуда не может перемещаться. А баян мы всегда можем взять с собой, поехать в какой-то зал, где нет органа, предположим. И там дать прекрасный концерт и такой прекрасной музыке. Сейчас хочу еще поставить вам произведение, где баян уже мы с вами попробуем сравнить. Все-таки смог баян передать произведение и звучание другого инструмента. Совершенно другого, вы даже представить себе не можете, очень отличающегося от органа. Давайте послушаем инструмент сначала, а потом баян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас давайте послушаем это же произведение, исполненное уже на баяне. И тоже попробуем сравнить. Вы потом сможете эти ролики еще раз поставить, сравнить, подумать и обсудить. Похоже или не похоже, что вам больше понравилось, что вам ближе. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас хотелось бы опять с вами продолжить сравнивать известные произведения, которые исполняются на инструментах, для которых они специально написаны, и на баяне. Сейчас мы давайте с вами прослушаем замечательное произведение Вивальди «Времена года». И сравним также исполнение в оригинале и исполнение на баяне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Нужны были высококвалифицированные кадры, нужны были музыканты, нужны были ученики, студенты. Было очень востребовано обучение и на баяне, и на домре, и на балалайке. Поэтому, конечно, работа сразу же закипела. Начиная с первых выпусков кафедры народных инструментов, сразу же она пополнялась своими выпускниками. И тогда уже были приглашены на работу известные музыканты, это Сергей Михайлович Колобков, Рожков, Александров. Эти музыканты, мне посчастливилось самому работать с Сергеем Михайловичем Колобковым. Он был замечательный музыкант, был замечательный руководитель, друг. В своё время он даже был, он прошёл путь от простого студента, баяниста до ректора Института Гнесиных, и был заместителем министра культуры даже Российской Федерации. То есть, это ещё раз говорит о том, что, в общем-то, баян, он развивает различные аспекты характера человека. Василий Михайлович Колобков воспитал огромное количество уже известных сегодня музыкантов, среди которых и заведующий кафедры баян-аккордеона Фридрих Рольдович Липс, и также народный артист России профессор Скляров, и Юрий Петрович Дранго, наш профессор, заслуженный артист России, и заслуженный артист России Вастрелов. Все эти музыканты оказали огромное влияние на развитие баяна-аккордеона в России и за рубежом. Благодаря огромному интересу, который проявили к баяну молодые музыканты, и к тому, что открылось отделение в Российской Академии Музыки имени Гнесиных, большое количество молодых, талантливых музыкантов, обучающихся, стали совершенствовать своё мастерство, и из-за возросшего исполнительского уровня на баян обратили внимание крупнейшие композиторы России, которые стали создавать для инструмента высокохудожественные произведения, оригинальные произведения, написанные специально для баяна. Среди композиторов Золотарёв, Кусяков, Губайдулина, Денисов, Подгайц, Бронер, Журбин и многие другие. И благодаря им репертуар инструмента поднялся на новый уровень. Были открыты новые приёмы игры, техника игры. Давайте сейчас мы с вами послушаем произведение нашего известного современного композитора Подгайца Ефремовича. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дельно хотелось бы поговорить о нашем ведущем баянисте, профессоре, народном артисте России, заведующем кафедры баян-аккордеон Российской Академии Музыки Мемесиных Фридехе Робертович Липсе. Это мой учитель, педагог, известнейший во всем мире, авторитетнейший. Он профессор, приглашенный профессор ведущих консерватории в мире, приезжает тоже, проводит свои мастер-классы и лекции по всему миру. Фридрих Робертович родился в маленьком городке в Ямажелинске в Челябинской области. И с самых маленьких лет, с пяти лет, пошел, начал изучать баян. Сначала под руководством родителей, отца, который его обучил и познакомил с музыкой. И после того, как Фридрих Робертович окончил детскую музыкальную школу в этом маленьком городке, в Ямажелинске, он поступил в музыкальное училище в Магнитогорске. А потом уже в 1972 году поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, теперь уже наша Академия музыки имени Гнесиных, которую я окончил, как я говорил, Сергей Михайлович Колобков. Здесь мы видим с вами, что маленький мальчик из маленького городка, когда-то благодаря баяну, благодаря своему усердию, усидчивости, благодаря педагогам, которые его окружали, в жизни совершил большой путь и стал сейчас ведущим музыкантом, боебаянистом, который передает свое мастерство уже дальше молодым музыкантам. Липс является первым исполнителем более 80 композиций для баяна. Среди авторов, которые написали произведения для баяна, многие из них посвятили свои произведения Фридриху Липсу. Среди композиторов и Золотарев, и Губайдулина, и Денисов, и Беринский, и Паткаец, и многие-многие другие. Липс записал более 40 дисков, как в России, в США, в Японии, в Австрии, в Германии, в Швеции. Многие из его дисков получили международные премии и признания. Липс выступал в крупнейших концертных залах мира, среди которых и Большой зал консерватории в Москве, конечно же, и Сандери Холл в Токио, Линкольн Центр, Нью-Йорк, Джон Кеннеди в Центр, Вашингтон. Гастролировал по многим-многим странам. Это всё стало возможным благодаря упорному труду и занятию на таком инструменте, как баян, который, конечно, даёт огромные возможности для развития музыканта. Давайте сейчас послушаем отрывки, фрагменты нескольких произведений в исполнении Фридриха Робертовича Липса в разные годы. Фридриха Робертовича Липса 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 Мы с вами, конечно, можем с уверенностью сказать, что возможности баяна безграничны. Он может исполнять практически музыкальные произведения в любом жанре. Песни, танцы, классическая музыка, органные произведения. И позвольте еще поставить одно произведение для сравнения также в оригинале и в исполнении замечательных три баянистов моего, одного из таких любимых композиторов, Вольфгангамаде Моцарта, «Маленькую ночную сиренаду». Давайте мы с вами послушаем, сравним и подумаем, насколько баян смог передать то настроение, которое вложил композитор в свою пьесу. Слушаем. 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 Ну вот мы с вами послушали баян. Послушали его возможности, ознакомились с его безграничными возможностями в исполнении тех или иных произведений. А сейчас хотелось бы немножко показать вам всё-таки ещё одну сторону язычковых инструментов. Это национальные инструменты, которые каждая из национальностей нашей необъятной страны, России, тоже считает своим национальным инструментом. Но принципы звукоизлечения у них такие же, как и у баяна, и у аккордеона, и у гармоники. Сейчас я познакомлю вас с гармониками, которые тоже есть. Их огромное количество в России. Надеюсь, вы после этой лекции заинтересуетесь, послушаете, поищите в интернете всё разнообразие гармоник. Сейчас хочу познакомить лишь с несколькими гармониками, которые принимали участие на фестивале в Москве, приезжали к нам в Академию музыки Мигнесиных. Давайте послушаем сейчас с вами Кавказскую гармонику. Играет замечательное трио, которое приезжало к нам на фестиваль. Слушаем. Кавказская гармоника Кавказская гармоника Сейчас мы с вами послушали Кавказскую гармонику. Довольно у неё необычный интересный звук. Немножко отличается строение кнопочек в правой и в левой руке, конструкция. Но, в общем-то, это всё у нас с вами из очковый инструмент, настроенный специальным образом. Давайте теперь послушаем с вами Орловскую гармонь, тоже в исполнении наших лауреатов на фестивале Баяны Баянисты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 А сейчас давайте послушаем тоже необычный инструмент, который мы называем тоже язычковым. У этого инструмента, обратите, пожалуйста, внимание, отсутствует мех, который мы тянем для того, чтобы возник звук. И воздух, который необходим для того, чтобы язычок колебался, и звук получался, исполнитель, музыкант надувает с помощью специального приспособления, уже прикладывая инструмент к губам. Посмотрите внимательно, как это выглядит. КОНЕЦ 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 этом инструменте воссоздали инструменты принципы звукоизлечения прошу приглядитесь внимательнее у него в руках будет инструмент который в общем-то похож на тот шин который являлся прародителем нашего баяна современного вы удивитесь насколько большое различие конструктивно смотрим внимательно а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 встречи хотелось бы еще поставить один ролик с которого вы увидите еще еще одну возможность использования баяна как эстрадного инструмента поставлю вам фрагмент выступления нашего выпускника тоже чемпиона мира по баяну когда-то он выиграл все первые места в мире на конкурсах баянистов это наш известный уже музыкант сейчас альдар гайнулин и его ансамбль эйфория давайте послушаем а с вами я прощаюсь до новых встреч надеюсь еще увидимся и в рамках этого проекта и приходите к нам в академию с удовольствием будем рады показать рассказать научить всего вам доброго до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!